Всем привет! Сегодня я покажу как собирать вот такой трамвайчик с вот такими рельсами Львовский трамвайчик или Лиссабонский фуникулер Кому как нравится Сегодня я вам расскажу как делать трамвай Для того чтобы сделать трамвай Для начала нужно взять трамвай Как говорил один мальчик, которому дали коробку с трактором А где же трактор? Возьмите трамвай Трамвай у нас сейчас представляет вот такие досочки Их должно быть 4 штуки Здесь есть какие-то зубочистки Сразу их выкиньте, они вам не понадобятся Это вообще резина какая-то Самое главное это эти досочки Для того чтобы собрать трамвай Если деталька выпала, ни в коем случае не выбрасывайте ее Ведь второй может не быть Для того чтобы сделать трамвайчик Вам понадобится перочинный ножик Странно, да? Перьев нет, а ножики остались Обычная свечечка вот такая Самая обычная Можете взять ее у жены Там сказать Все, не будет больше романтического ужина Я еду делать трамвай Это вам не понадобится В принципе того чего я описал достаточно Значит И инструкция По сборке этого самого трамвая Значит Что нам глаголит инструкция? Она нам дает некоторые описания вначале Там, что, куда вынимать И Первым делом предлагает собрать колесико Колесико есть вот на этой досочке Тут номер один Да? Вот детальки номер два, три Вынимать лучше всего Вот если более чистой стороной такой Да? Тут есть швы чуть больше и темнее Вот чистая сторона Как бы чистой стороной держите И на себя Вот так, раз Лучше всего Там, где вот швы Там и давить Вот так, щелк, щелк Аккуратненько только Не давите деталь посередине Там, чтобы она вылетала Давите с краешку Если не вынимается Аккуратненько Ножичком Раз Два Вот так Доставите детальки Можно сразу все четыре колесика достать И Достаньте Допустим Вот четыре вот таких вот Соединительных Кусочка Теперь Посмотрите, чтобы на колесиках Не было Больших заусенцев Вот здесь, чтобы не осталось Если осталось что-то Так, аккуратненько Ножичком Это все дело Почистить Найдите Среди этих планочек Две симметричных Вот Две симметричных так Две симметричных так А, нет Я ошибся Вот Две симметричных так И так То есть Вам нужны детали два И детали три Я достал только тройки Сейчас Так Детали Два Два Находите Две Симметричные Вот так Вот, да И вместе с ними пойдут Две симметричные Вот так Берете колесико Значит Раз Два Главное, чтобы было Симметричненько Теперь вот Видите, тут внизу Такой получается пазик В него зайдет вот этот Шипчик Вот так Раз Два Как я говорил Кельдым-бельдым Ахаляй-махаляй И получилось у нас колесико Теперь важный момент Здесь есть такая дырочка И вот дырочка С краю именно Не по центру, а с краю Эти дырочки должны совпадать Совпадать по Направлению Вот Сейчас покажу вам Дырочка Напротив дырочки Это очень важно Колесико только в таком виде Может поехать по рельсам Сейчас оно вот такое Шатенькое, да А где же оська А оську мы выкинули Это Наши специальные Точеные оськи Длиной 65 мм 2 мм толщиной Заостренные по краям Специально, чтобы они не выпадали Подобрана толщина и длина Нашими осями Почему-то часто люди Колупаются в зубах Но Мы не против Зато У всех они есть Дома Наши Точеные специально Оськи Вот И вот так вот Просто засовывайте Ось В колесо Если вам трудно это сделать Либо возьмите потоньше зубочистку Либо потрите об обычную свечку Перед тем как Туда Продеть Вот Ее можно достать Вот так вот Потереть И собрать Колесико так раз 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 прижали Чтобы оно было ровненько Все четко Да Теперь можно вот эти Выступающие кончики Потереть Отвечечку Вот так И Само колесо Вот так Отвечечку И внутренний край Я колеса тру Специально Потому что Знаю заранее Что эта штука Будет ездить по рельсам И будет она Тереться Об эти рельсы Именно внутреннюю сторону И имея Многолетний Двадцатилетний опыт Сборки трамваев Я вам скажу Что лучше сделать Это сразу Так Одно колесико Да Теперь Извлекаем Вот опять же На себя На чистую сторону Да Извлекаем Оставшиеся Вот теперь у нас Да Нету здесь Здесь две пары колес Эти штучки Находим Оп Неправильно Видите Несимметрично Вот находим Две симметричных И как нибудь Так или так Вставляем Вот в колесо Да Лишь бы вот Было симметрично Теперь Вот эти сюда Вообще удобнее Те первыми Вставлять Можно вообще По одной Вот так Да Три Вот Когда они у вас Вот так вот Сошлись Такую елочку Теперь вставляем Это Опять же Следим Внимательно Сейчас Вот так Чтобы вот эти отверстия Были На одной линии Очень Очень важный момент Вот эту нашу Зубочистку Я сказал Зубочистку Вношу Ось Специальную Тученую Ось Продеваем В отверстие Вообще Лучше ее Конечно Не тереть Именно сразу Свечку Чтобы она Не ездила Вот И колесо Тоже Так Раз Раз С внутренней Стороны Вот Тоже Эти Воск Сразу падает Все в воске Становится Видите А так будет крутиться Хорошо Если вы будете Это дело Правильно делать Так Инструкция Дальше нам Вещает Сделайте Две штучки Сделали Ура Где сделал Две штучки Теперь Возьмите Детальки 4 7 5 6 И здесь Вот показано Какие именно Тык 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 Это Будут Два Уже Внутренних Колеса Это Вот Вот эти Детальки Да Достаем Сначала Можно достать Одно Колесико Отламывайте Вот так На себя И старайтесь Ломать Там Где Есть Вот Этот Мостик Так Называем На котором Держится Деталька Теперь Детальки Две детальки Шестые Две детальки Седьмые Нам понадобятся Если у вас Такая страшная Штука Образовалась Ломать ее Вот Так Надеюсь Вам уже Нарвился Мне тоже Один мальчик Собирал Тамбай Два Два Месяца И Собрал Но мы Его Соберем Намного Быстрее Так Две Вот Поставил Симметрично В большую Такую Шестеренку Можно Чистой стороной Сюда Более Более Чистой Скажем так Теперь Раз Два Получилось Теперь Вот эту Штуку Одеваем Вот на Четыре Этих Рожка И тут Главное Чтобы зубчики У них Совпали Да Вот Превратилась В одну Такую Шестеренку Берем Нашу Золотую Точеную Ось По моему Удобнее Будет С большой Стороны Вот так Раз Находим Ей Путь Вот видите Если Вам неудобно Опять же Можете Ее Лучше Не мучьтесь А допустим Ее Смажьте Я вот Если у меня Такое происходит Делаю Так Можно Какими-то Паскорубцами Достать Можно Я вот Ножничком Достать Допустим Не пошло Специально Разработанном Растворе Так И тут Написано Странное Загогулино Нарисовано Замерьте Замерьте Вот этот Выход Вот это Расстояние Оно Вообще Должно Быть Примерно Таким Может Чуть Меньше Но Соблюдая Правила Изготовления Мы Замеряем Расстояние Находим Вот В доске Находим Вот В доске Вот эту Деталь Под номером 0 Это доска С таким Окном Найдете Надеюсь Вам Положили Все 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 Доски У кого Две Может быть Три Так И Замеряем Куда Там Замерить Надо До Первого Деления Ну да Вот Чуть Чуть Совсем Вот Так Вот Оставляем Вот Так Вот Так Получилась Штучка Здесь Можно Тоже Промазать Просто Вот этот Край Фанеры Он Немножко Бывает Смоленистый Чуть Чуть Вот Так Да Здесь И Поначалу Можно В принципе Это Не Смазывать Все Рано Будет Работать Может Просто Не Сразу Вот Кончики Осей Желательно Так Четенько И поехали У нас Остались Детали Для второго Такого Точно Колесика Извлекаем Ты Меня Извлек И ключи Отчасти У меня Нашел Так Допустим Вот этой Более белой Такой стороной Наружу Наружу Это потом Выяснится Что наружу Две Так Собрали Великий вопрос Попробовать Так Или Сразу Тереть Пробуем Так Можно Пользовать Такой Способ Такое Какое Отверстие Так Поставить Почему Так Туго Потому Что Чтобы Потом Никогда Все Расходится Чтобы Не ездило Вдоль Осей Так Замеряем Чуть Меньше Сделать Красота Теперь Чуть Натираем Большое Можно не так Главное Маленькую Маленькую Шестеренку Потереть Теперь Осики Вот эти Раз Два Есть Трамвай Для чайников Да 9 10 11 8 Это Будет Там Промежуточное Такое Колесико Смотрим На пиктограмму Где у нас Детальки Детальки Для этой штучки Вот они И вот это Да Сейчас А Да Я собрал Вот эти То есть Вот такие же Две шестеренки То есть Вот это Вот это В принципе Эти мелкие Они одинаковые Значит 8 Зубчатую Шестеренку Одну Восьмерку Другую Раньше Они назывались Трипками Такие Шестерни 6-16 Зубчиков От 6 до 16 Назывались Трипки Отсюда Название наших Брелочков Трипки Так Опа Ну так Да Здесь вот Как бы Асимметрия Вот где Короткий кончик Это в большую Шестеренку Раз Короткий Кончик Да Два Симметрично Теперь Коротким Кончиком Три Четыре Теперь Сверху Одеваем Вот Получилась Вот такая Вот штучка Но она еще Не получилась Сейчас Получится И Продеваем Нашу Ось Смотрим Смотрим По расстояниям Да С этой стороны Вот до второго Деления Это Вот так Не хватает Чуть Больше Так Там Не критично Если Вы ошиблись Где-то На Миллиметр Хорошая Шестеренка Надо Тоже Обработать Напильником Кстати Про Напильник Мы Забыли Один момент Посмотреть Вернее Я забыл Вот Здесь Вот Чтобы Не было Никаких Заусенцев Особенно На вот Этих Двух Больших Вот Этой И На вот Этой Проверьте Вот Потому Что Это Все Нежненько Крутится И Торчащих Полумесяцев Их Там Не должно Быть Собрали Вот Такую Шестерню Вот Такую Шестерню Две И Вот Таких Два Колеса Теперь Собираем Это будет Маховичок Такой Да Вот Детальки Для него Вот Эти Все Так Теперь Надо Сначала Взять Вот Такое Колесиком И Вот Такую Загогулинку И Вот Найти Например Более Темную Сторону Да Там Светлая Есть Вот Более Темная И Вот Эту Загогулинку Вот Специально Такое Отверстие И Так Ставить Да Да Теперь Берем Вот Эту Большую Вещь Начинаем Вставлять Вот Такие Вот Штучки Да Тут Побольше Дырочки Вот Так Симметрично Опять Ставили Теперь Симметрично Вот Это И Сверху Вот Этим Маленьким Значит Накрываем Маленьким Так Чтобы Три Этих Дырочки Совпали С дырочками Здесь Вот То Есть Верх Сестия Напротив Друг Друга Берем Нашу Незаменимую Незаменимую Так Идет Туговато Да Можно Сразу Потереть Свечечку Вот Уже Идет Поприятнее Значит Здесь Пишут Нам Про Деньки Вот Так Еще У нас Осталось Целых Две Дырки В них Раз Одно Вот так Да Тут Главное Для вот этой Операции Двух по бокам Видите Такие Знаете Ровненькие Хорошенькие Оськи Точеные Похожие 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 На зубочистки Страсть Как Похожие Прям Один в один Сам Зубов Полупаюсь Иногда Вот у вас Получилось Да Тут Торчат Вот эти Две Только Не центральные Не центральные Маленькие Две Раз Можно просто Отломать Можно Там Надрезать Вот Остается Центр Тут тоже Центральную Не трогаем Здесь Важно Я обычно Пользуюсь Ножничками Очень удобно Причем Я их Даже Не режу А вот так Раз Чуть Чуть И Отламываю Здесь Пишут Замерьте Вот До Сюда Маловато Будет Можно Еще Ну На самом Деле Здесь Тоже Замер Такой Более Менее Условный Там Деталь В принципе Можно Поправить Походу Делаю Вот Так Это У нас Будет Такой Маятничек Вот Можно Вот Эти усики Чуть Смазать Но Там С усиками Отдельная Тема Вот Эти Усиками Называю Вот Эти Две Штучки Если Он Будет У вас Рвать И Ехать В Далекую Даль Без Соизволения Их Возможно Придется Заменить На Несмазанное Чтобы Более Ух ты Просто Цеплялась Так Есть Такая Тема Теперь Собираем Колесо Это Колесо Завода В смысле Заводить будем Вот Для него Детальки Да Вот Колесо Соединяшки И такие Две Штучки Извлекаем Лучше На чистую Сторон Вот Сюда Тогда Никаких Заусенцев Не потянется Вернее Если они Потянутся Они останутся В доске Так 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 Это Интересная Штука Это Собирается Посложнее Здесь Берем Вот эти Все штучки Четыре Они Одинаковые Вы берете Вот Более Длинным Хвостиком Вставляете В какую-то Из сторон Вот Вот так Смотрите Вот у вас Получилось Хвосты Торчат Домик Тут Получился Вот Так Так Теперь Вот эти За домик Берете Переворачиваете И Продеваете В эту Сторон Раз Два У вас Получилось Надеюсь Как и у меня Да Вот такая Вот штучка Сошлись Теперь Вот На этот Домик Одеваем Колечко Номер Один На этот Домик Вот такое Колечко Номер Два Вот такая Получилась Штучка Теперь Находим Путь Золочистки Оськи Сюда Сейчас Попробуем Не получается Тут можно Кстати Упереть Потому что Нам Вот эти Кончики Все равно Придется Отрезать Вот Так Здесь Сразу Можно Миллиметра По три Не больше Вот так Пока что Отрежьте Почему Именно В этой Только Шестеренке Других Такого Не делать Крутится Вот Такая Получилась Штучечка Вот Здесь Циферки Один Два Три Четыре Ну Они Больше Для декора Но Знаете Что Они Там Есть Так Вот Кто То Писал Где Как то По умному Эта Штука Называется Не просто Только Приемника Как то По другому Но Мы Этого Не помним Вот Она Эта Штучка Находим Ее Здесь Для Ни Детальки Обозначены Вот В этой Области Достаньте Сначала Две Вот Таких Детальки Да Мы ее Вообще Называем Между собой Коромысло Почему Оно Вот так Работает Туда Сюда Становится И вот Такую С дырочкой С двумя Ушками Теперь Соедините Вот это С этим Только Осторожно Не Вот так Соединяйте Чтобы Ушко Не выломалось А вот Вот здесь Пальцем Упритесь Очень Нежненько Аккуратненько И вот здесь Тоже Так Раз Вот Смотрите Вот Чистая сторона Наружу Чистая Наружу Ну Я люблю Что было Вы можете Собирать В принципе По другому Вообще По другому Так Вот Образовалось Да Образование Такое Теперь Достаньте Вот детальку 22 И Вот у вас Есть Нижний Пазик Деталь Номер 22 Она Вот такая В этот Пазик Скрепляете Кормыслы Должен быть Крепким Потому что На него Идет Немалая Нагрузка Вот так Теперь Найдите Вот такую Фигуринскую Детальку 23 Это сюда Так Смотрите Вот 23 Вот здесь То есть Вот такая Вот штука Получилась Теперь Берем И вот В это Отверстие Вот в это Не в крайне Продеваем Здесь В принципе Ничего Можно не смазывать И даже Не надо Образовалась Такая Штука Да Теперь Находим Вот на Совершенно Другой доске Вот здесь Вот такие Две штуки 24 номер Аккуратненько Их достаем Вот с этими Штуками Осторожно Они тонкие Если что Лучше Перебдеть Чем Недобдеть Так Усики Всякие Там Надрезаем Вот Аккуратненько Достаем Одна Два И Вот Чистенькой Стороной Наружу Да Раз Потом Чистенькая Сторона У нас Идет Как бы На внешний Край Два Тут Давим Тоже Не сверху А вот Здесь Вот Теперь Вообще Наши штуки Интересно Собирать И детям И взрослым Поэтому Они Как бы Служат Для укрепления Семьи В некоторых Случах Даже Для ее Исцеления Когда Взрослых С детьми Нелады Они садятся Вместе Собирают Такой трамвай И у них Лады И вот так Продеваем Верхнюю Тут есть еще Три Лучше Просто В одну Верхнюю Получился Вот такой Только Приемничек Здесь Вот С отрезанными Такими Кончиками Будет сидеть Вот такая Штука Так ее Продеваем Она Очень Свободно Крутится Пока что Она у нас Болтается Вот туда Сюда Так ее И оставьте Лишь бы Она была Более Менее Симметрична По центру Возможно Вот эти Ушки Которые Торчат Они должны Торчать Миллиметра Где-то Под 4 Можно еще Подрезать Немножко Вот так Вот Они будут Удерживаться Потом Боковинками Трамвая Оставьте Ее В покое Как говорится Смотрим Дальше Деталька 25 Это такой Храповичок Для него Детали Вот здесь 25 Достаю Храповик Да Странное название Храповик Вообще Эти названия Технические Да Дышло Потому что Ходила туда-сюда Там В поезде Вернее не в поезде А в лошади Да Сначала В лошади И дышало Дышло Храповик Терся шестеренку И храпел Кр-кр-кр Шестеренка 6 Так Здесь Есть две дырочки Верхняя На затылке Скажем так И центральная Верхнюю Продеваем Тут главное Их Посадить Сейчас Это будет Та зубочистка Которая Обломается Потом Ну Не в смысле В смысле Мы ее Обломаем Оу У меня уже I'm ready Не пошло С первого раза Ну Бывает Изменить Что-нибудь Потоньше Понежнее Вот Вот это Вот это Верхнюю Дырочку Это Первая операция Она Больше для Того Чтобы Вместе Скрепить Просто И главное Чтобы Они Образовали Один профиль Вот они Образовали Один профиль Дырочек Да Теперь Раз Отломали Два То есть Это верхняя Вот теперь У нас осталась Нижняя Центральная Дырочка Берем Цельную Нормальную Зуботычину Ось Вернее Я все время Называю Нашу Ось И зубочистка Зубочистка И Продеваем Сквозь Да Это Иногда Не просто Может понадобиться Даже Как-нибудь Веселый Инструмент Если не получается Тут Можно Вот так Так Главное Чтобы Было В итоге Аккуратно Посередине Они вот так Висят Просто Это Будет Храповичок Теперь Делаем Вот такой Курочек Вот этот Храповичок Пока что Не смазывайте Ничем Не надо Делаем Вот такой Курок Это Просто Вот так Посередине И С двух Боков Две Заглушки Это Деталь Номер 26 27 Опа Вот так Вот так Теперь Приступаем К Рамочкам Деталь 28 29 Так Они у нас Находятся Вот они у нас Находятся Две рамки Аккуратненько Их достаем Вот так Вот Здесь Вот эта Рамка Второстепенная Она как бы Back Получается Откладываем Вот Здесь Важный момент Работаем с ними Сначала Там где Написано Ukrainian gears Где оно Правильно Написано Вот С лицевой Стороны Вот С этой Кладем Лицевой Стороной Наверх Теперь Достаем Детальки Номер 30 Вот Достаньте Вот эти Длинненькие С ними С ними Тоже Аккуратненько Чтобы Их Не Поломать Лучше Натеките Их Там Ножом Раз Два Вот деталька Да Вот Чистенько Наверх Как бы Вот Буквы Здесь Не задом Наперед И Сюда Так Или так Тут Не важно Здесь Симметрично Будет Будем Вставлять Вот эту Штуку Значит Ее Не давим Сначала Потому что Здесь Лучше Вот так Лучше Всего Положить И Потом Уже Аккуратненько Вот так Вот Постепенно Не посередине Там Чтобы Не поломать Ничего А там Где Вот Это Можно Взять Какую Нибудь Вещь Там Даже Вот Эту Чем То Вот так Додавить Е Да Тоже Туго Входит Но Для чего Чтобы Потом Не выпадало Здесь Аккуратно Вот так Именно С самых Краешков Вот Вот Так Вот Ну Там Не так Важно Чтобы Она Глубоко Была Вот Получилась Надпись Штука Теперь Эти Вещи Для того Чтобы Наши Колеса Не ездили Туда Верну В смысле Не ездили Туда Сюда Вот так А вот так Ездили Вот Чтобы Не ездили Вот так Быстро Вот так Они Важны Ездить Медленно Тоже Кладем Ее Так И Можно Аккуратно Здесь Только Без Лишнего Усердия Все Вот так Да Еще Эти рамки У нас Выравнивают Сам корпус Чтобы Его держать Теперь Находим Две детальки Вот Такой Дырочкой Деталька 32 Нам Для первой Рамки Понадобится Две Если Что Вот Здесь Вообще Вот В этом Боксе Запасные Детальки Некоторые Вот Маленькие Которые Вдруг Потерялось Найдете Там То Что У меня У самого Болла Теряется И Счезает В кану В лету В кану Так Так Тут Тоже Аккуратненько В два Вот этих Отверстия Значит Гусочком Вот этим Внутрь Можно Аккуратно Отсюда Только Самых Краешков Давим Не вот так Давим А Там где Само Отверстия Нам Главное Больше Посадить Вот эту Там Где Дырочка Это Больше Симметричная Так Для декора Функциональная У нас Вот это Вообще Идеально Это Когда Такой Щелчок Это Означает Что Вот Здесь Вышли Усики Наружу Так Сделали Еще Одну Там Придется Вот С Этих Краешков Есть Вот Такие Тридцать Первая Деталь Я Вот Попробовал Не досталось Сразу Раз Насек Вот Вот Этим Где Такое Прорезь Сюда А здесь Наверх Вот Вот Так Вставляем Тридцать Только С лицевой Стороны Где Надпись Ukrainian Gears Вот Так Кладем И повторяем Всю операцию Заново Заново Потому Потому Что Трамвай Симметричный Вообще Заметили Много Что В жизни Симметрично Вот Выходим Две Таких Штуки Животные Симметричные Смотрите На виде Спереди Люди Симметричные Трамвай Симметричные Вот Две Теперь Можно Сразу Вот Эту Допустим Глухую Тридцать Первую Она у нас Будет Держать Маятник Наш Такая Мелкая Приходится Кого-то Просить Достать Вот Ее Так Главное Ровненько Сначала Насколько Можно Да Ставили Потом Перевернули Так Аккуратненько Здесь Дожали Вот Она Тридцать Два Деталь Вот Эти Две Тридцать Вторые Это С такими Дырочками Вот Тут Есть Дырочка Вот Там Усиками Туда Вот Этот Гусачок Прикрывает Эту Дырочку Отверстие Раз Опа Чуть Чуть И Опять же Усиками Вот Эти С прорезью Сюда Пора Включить Свет Получилось Да У нас Вот Такие Две Рамки Они У нас Будут Ити Вот Наш Трамвай Получится Давайте Условимся Сразу Что Там Где Квадратик Это У нас Перед Трамвай Пока Что Едет Сюда Вот Где Такой Кружочек Это Зад Вот То есть Вот они У вас Вот так Вот Образовываются Дальше Начинается Самое Интересное Возьмите Вот у вас Есть ряд Вот таких Деталек 33 Здесь Любые Две Первые Возьмите Вот И Вот этим Декором Скажем так Наружу Хотя Это Никакой Не декор Это Специальные Укрепляющие Элементы Соединяйте Немножко Вот так Тут Главное Чуть Чуть Пока Не сильно Значит Смотрите Вот у вас Квадратик Вот квадратик Да Сзади Дырочка Дырочка Вот Условимся Что это Наша Основная Зона Как бы С нее Будем Показывать Теперь Берем Колесо И вот Здесь Вот Внизу Вот Они Находятся Вот такие Отверстия Туда Вот Как бы В одну Сторону Заводим И во вторую Сразу Раз Вот Она У нас Села Да В отверстие Сразу Второе Колесо Раз И Сразу Вот Этим Делом Зафиксировали Теперь Вот так С двух Сторон Поджали Опа Если у вас Есть Трехлетний Ребенок Обычно Модель Уже На этом Этапе Изымается Сборщик Модели Раскулачивается Здесь Главное Вот они Крутятся Хорошо Прекрасно Да Чтобы Там Они Восьмерками Не сильно Ходили Их Можно Так Чуть Еще Поджать Ну Это В принципе Не так Важно Все Теперь Берем Вот такой Маховичок Затейник И Где Наш Значит Вот Тут Наш Квадратик Да Вот Это Основная Вот Большой Деталькой Вот В эту Сторон Значит Маховик У нас Сидит Вот Вот Этот Выступ Вот Оно Раз Два Там Два Отверстия Вот Выступ Специально Под Маховик Если у вас Обломалась Вдруг Кончик Там Зубочистки То Ее Надо Заменять Я Опять Сказал Зубочистки Оси Специальные Точеные Оси Так Маховик Тоже Должен Очень Легко Ходить Вот Так Вот Крутиться Так Чтобы он Заработал Нам Надо Взять Две Симметричные Вот Эти Шестеренки И Смотрите Вот Если мы Условили Что это Наша Рабочая Сторона Да То Мелкими Назад То есть Вот эти Две Большие Будут Толкать Усики Маховика И между Собой Вот так Работает Давайте Начнем По порядку Одну Ставим Значит У нас Для них Есть Отверстие Вот Над Колесом Сразу Тут Отверстие Значит Ставим Одну Чуть Чуть Так Рамки Села Да Вот Одна И вторая Должна Сесть Рядом Вот Вот Есть Отверстие Да И Напротив Еще Одну Это Уже Интереснее Работа Чем Там Шестерня Собирать Вот Пока Что У нас Их Крутит Только Одно Колесо Но Уже Маховик Начинает Работать Причем В обе Стороны Трясти Начинает Вот Для того Чтобы Полный Привод Был Есть Еще Вот Такая Шестеренка Так Вот Наш Наш Отверстие Эта Шестерня У нас Сидит Вот Так То есть Вот Этой Большей К вам Получается Сидит Она У нас Вот Есть Отверстие Как бы Его Показать Оно Прикрыто Вот Этой Штучкой Сразу За ней Это Отверстие Попробуйте Чтобы Остальные Не Выпали Шестерни Так Посадить Его Попасть Во все Зубчики Вот Она Шестерня Это Проверьте Так У вас Или Не Так То есть С Этой Стороны У нас Виден Маховик И Две Мелкие Шестеренки Да С Этой Стороны У нас Видно Две Большие И На этом Этапе Трамвай Можно Прихватить Сверху Вот Такой Это Пока Что Не Сильно Буквально Вот Чуть Чуть Смотрите Если Вы Надумаете Вдруг Снять Ее То Выталкивайте Вот За Эти Ушки Вот Так Вот Или Чуть Расшатывайте Потому Что Чтобы На Излом Не Вытаскивать И Переломать Все Вот Он По Такой Поверхности Плохо Ездит Хотя Ездит Теперь У нас Идет Сборка Железной Дороги Железная Дорога Как вы догадались Находится Вот Здесь Изымаем У нас Есть Значит Нам Для одной Половинки Понадобится Смотрите Тут С краю С самого Эти Точки Крепления Поэтому За края Нам Понадобится Там Четыре Первых Штучки И Есть У нас Деталь Номер 36 Нам Их Понадобится 36 Нам Их Понадобится Для начала Три Это Для первой Половинки Дороги Смотрим Значит У нас Зубчики Идут Нанаружу Гладко Внутри Значит Вот Пазики Внизу То есть Пазиками Вниз Зубчиками Вот так Вот Наружу Вот Сводим Да Если Она Кривая Там Какая То Делаем Так Чтобы Она Взаимовыровнялась Вот так У меня Она Ровная Теперь Я стараюсь Сюда Чистенькой Стороной Наружу Немножко Прихватываем Пока Можно Не сильно Раз 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 Теперь Вот так Теперь Зубчиками Наружу Пазиками Вниз Раз Вот эти Все Заусенцы Любые И Получается У нас Две Зубчатые Планки Наружу А тут Чтоб Все В пазик Попало Вот Сразу Смотрим В профиль Вот так Плохо Вот так Уже Лучше Вот так Тоже Плохо Надо Чуть 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 Чтобы Лучше Вовнутрь Чтоб Смотрело Чем Вообще Никуда И Вот так Вот Попридавить Вот так Посмотреть Значит В профиль Вот она У нас Получилась Такая Кусом Железная Дорожа А у нас Села Камера Но мы Несмотря Ни на что Продолжаем Значит Остановились Мы На том Что Собираем Рельсы Можно На данном Этапе Модельку Попробовать Погонять По рельсам Сначала Она Может Ездить Довольно Плохо Почти Приходится Вертикально Держать Но Мы знаем Как с этим Бороться Надо Взять Рельсы И помазать Потому что Сейчас Трение Довольно Большое Вот так Вот Потрите Не щадя Пальцев Своих Вот так Торец Тоже Так Ну Уже Хуже Пока Что Ездит Очень Плохо Но Вы Не Спешите Отчаиваться Есть Еще Так Также Еще Раз Можно Вот Если У вас Туго Ездит Травачик Смазать Вот Эти Усики Которые Вот Здесь Усики Маятника И Сами Вот Эти Две Шестерни Которые Его Крутят Одну И вторую Я просто Прижимаю Свечку И немножко Так Проворачиваю Теперь Разодрем Естественным Методом Также Еще Можно Вот Эти Колесики Вот Раздвинуть Так Как бы Чуть Чуть В стороны Раз Два Раз Два А Рельсы Наоборот Сжать Сжать Немножко Вот Так Так Ну Он потом Обрастет У нас Салом С этим Жиром Станет Более Тяжелый Разъездится И будет Ездить Хорошо Сейчас Пока Его можно Оставить В покое Если у вас Есть дети Семи лет На этом Этапе Модель Изымается Ее Собственник Раскулачивается Часто Ему Не дают Доделать До конца Но Мы Продолжим Нужно Собрать Вторую Половину Дороги Хотя Уже Даже К этой Можно Присоединить Рычаги Но Нас Это Не остановит Изымаете Оставшиеся Детальки 34 35 Так Также Находите Оставшиеся Вот Три детальки 36 Пришла 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 И Пришла Так И Взбираем Лестницу Вернее Не лестницу А Железную Дорогу Дальше Скорее Сего Тот Человек Который Звонил Сейчас Явится Сюда Сам Но Нас Это Не Остановит Потому Что Трамвай Превыше Всего Трамвай Это То Ради Чего Мы Здесь С вами Собрались Копилось Здесь Как Здорово Что Все Мы Здесь Сегодня Подрались Значит Смазываем Сразу Не Ожидая Подарков Судьбы Нашу Дорогу Хотя Бывает Такое Что Ездит Сразу И Вообще Почти Ничего Трогать Не Надо Но Именно В Этой Модель Желательно Добиваться Минимальной Адгезии Тобишь Трения Так Так И Соединяется Дорога Элементами 37 Это У нас Вот Такие Элементы На Вот Этой Почти Бывшей Кучерявой Вернее Сейчас Она уже Кучерявая Доска Почти Уже Полностью Исчерпала Свой ресурс Находим Вот такие Две Детальки И Их Сюда Просто Вот так Вот раз Сначала Не сильно Попробуйте Вот тут Кто собирал Байдарку Когда нибудь Знает Вот так Вот так Надо Поймать Момент Все Совпало Так Вот здесь Чтобы Рельсы Сразу Сошлись И Прихватываем Вот этими Вещами Можно Попробовать Вот так Еще Здесь Не так Важно Чтобы Они До конца Туда Все Главное Не отломайте Кусок Железной Дороги Он Должен Пройти Сквозь Два Пазика Так Все Зашло В пазике Теперь Берем Наш Пазик Пока Что Трамвай Напоминает Какой-то Пазик И Пробуем Уже Лучше Не бойтесь Модель Рассчитана На Такие Нагрузки У нас Даже Поломался Модель Оказалось Не рассчитана На Такие Нагрузки У нас Даже Отломалась Наша Супер Чудо Оська Мы Берем Совершенно Новую Оську Заменяем И Ставим Назад Если У вас Оська Не Отломалась Видите Смотрите Я Ничего Не Разбираю Заменяю Аккуратненько Маятник Вы Этого Не Делайте Это Делаю Только Я Потому Что У меня Поломалась Иногда Бывает Центральная Ось Маятника Дает Проблемы Если Она Кривая Зазубрина Заусенец Вы Подверг Вывих Так Будем Считать Наш Эксперимент На данный Момент Удачным Будем Смотреть Дальше Так Тут Кстати Вот Указано Про эту Дорогу Как Лучше Чтобы Она Смотрелась Вот Так Чуть Не Сильно Тоже Он И Не Спадал Как С Не Зовсем Легко Поставьте Детали 33 Ну Это Мы Сделали Значит Теперь Деталь 40 39 38 Это Вот На Вот Этой Досточке Тут Надписи Такие Emergency Exit И Stuff Only То есть Мы Уже Приближаемся Совершенно Техническим Моментам Которые Разрешены Только Для Посвященных И Также Достаньте Вот С нашей Изъеденной Доски Жуками Караедами Деталь 38 Возьмите В правую руку Деталь 38 В левую руку Возьмите Трамвай Теперь Поверните Трамвай Так Чтобы У вас Маятник Смотрел На вас Вот Эта Дырочка Она Справа И Деталька У нас Вот Этими Шишками Двумя Смотрит Вот Сюда В сторону Вот Этой Дырочки Ставим Ее Вот В этот Фазик И Вот Я Поставил Я Пока Что Не Свожу Детальки Никуда Ничего Не Нажимаю Я Просто Ее Там Прихватил Теперь Берем Вот Этот Став Он Да Надпись Вот Я Продолжаю Держать Надписью Вот Этой Став Он Сюда Вот И Тоже Ставим Вот В этот Пазик Я Вообще В один Ставил С одного Бока Хотя Можно Чуть Прижать Не Сильно Так Теперь Emergency Exit В Это Ушко Круглое Пока Что Сейчас Я Попробую Чуть Чуть Не Уходить Никуда Чуть 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 Его Сдавить Вот Так Emergency Exit Сюда Живой В одну Сторон Сдлинул Вот Значит Вот Они Эти Две Детальки Как Был Вот Наша Рабочая Сторона Которую Мы Смотрим Обычно Вот Две Детальки Да Вот Эти Шишки Смотрят Сюда В Сторон Квадратное Отверстие Здесь Сзади Мы Видим Стофон Дре Надпись И Здесь Можно Ну Пока Ее Можно Даже Не Ставить Эту Деталь Подождите Немножко И Пробуем Установить Сюда Оставшиеся Детальки Для Этого Возьмите Две Два Упругих Элемента Специально Точеных 65 Миллиметров Длиной Вытачивайте Я Вытачивал И Как раз Как только Закончил Лобзиком Выпиливать Ромба Сразу Вам Выточил Вот эти Вот Оси И Ставите Две Просто Вот Зубочистки Две Зубочистки Вот Сюда Смотрите Это Отверстие Вот Видите Два Спереди Это Отверстие Вот Нижнее Одно И Вот Два Сзади Вот Здесь Отверстие Вот Нижнее В два Нижних Отверстия Вот Две Ставите Далее Берете Наш Например Храповик И Ставите Его Спереди В Отверстие Которое Повыше Спереди Спереди Видите Соединительная Планочка Ее Так Можно Чуть Выкащить Храповичок Поставить И Назад Задвину Храповик Храповик У нас Вот так Находится То есть Он У нас Вот так Упирается В этот Попругий элемент Теперь Курочек Вот этот Так Чтобы он был По центру Здесь По центру Зубочистки Ставите Сюда Курок Вот Верхнюю Дырочку То есть У нас Получилась Вот такая Система Курок Вот так Упирается Сюда Раз И Назад Отходит Теперь Берем Наше Коромысло Коромысло Вот с Этой Штучкой Лучше Чтобы Она Была К вам Лицом Вот так Цифры Были Вот это Будет Цифра Четыре И Ставим Ее Вот Центральное Вот это Отверстие Вот оно Смотрите Она сразу Уходит Курок Как бы Над ней Получается Тут Такой Ювелирный Момент Вот Курок У меня Уже Выпал Да Допустим Как раз Назад То есть Я пока Еще Рамки Там Не сводил Вот Попробуйте Поставить Как у меня Все Вот Теперь мы Видим Что Сейчас Возьму Указочку Теперь Мы Видим Что Внизу Обычные Зубочистки Вот Вверху Курок Храповик И вот Это Кормысло Оно Здесь Вот оно Так Уходит Потом Курок Отпускает Его Раз Курок Его И Курок Ну Сейчас Курок Еще Тоже Не Закреплен Поэтому Все Очень Нежно При этом У нас Вот Отсюда Из паза Торчит Одна Планка Вторая И Берем Наш Emergency Exit Тоже Его Туда Ставим В Квадратный Водор Ой Я сказал На круг Квадрат Это Уже Он Сейчас Пока Не становится Чуть Чуть Вот Можно Уже Начинать Сжимать Тут Главное Следить В процессе Чтоб Все Было На Своих Местах Так Проверяйте Чтоб Все Было Тут Нисколько Силы Надо Сколько Применить Ум Переставите Наш Exit Вот Он Уже Повис На Ушках То Есть Вот Эта Планочка Она Здесь Висит И Вот Так Я Свел Вот Это Все Дело Тут Сюда Теперь А Emergence Exit Я Кстати Поставил Надписью Вниз Можно Пока Мы Еще Не Двели Начато До Абсолютного Финала Поменять Вот Emergence Exit Вот Так Вот Я В обратном Поставил Он Здесь Захлопывается Сюда Его Можно Было Сразу Поцепить Туда Но Не догадался Значит Так И Планочкой Вот Этой Прихватываем Так Теперь У нас Раз Два Три Четыре Четыре Планочки Крыша Собрана Это Почти Так Можно Скать Самый Сложный Момент Механика Вот Этой Крыши Теперь Можно Одеть Детальки 41 Такие Соединительные Планочки Просто Передняя Задняя На этих Штучках Обычно Пишут Номер А Четыре Номер 5 Вот Пока Их Так Оденьте Тоже Не сильно Их Там Вдавливайте Там Где Храповик Важно Чтобы Планочки Планочки Шла Ровно Ровно Собираем Собираем Переднюю Часть Крыши Нашей Это Берете Крышу Вот Эту Есть Чуть Грязнее Сторона Более Чистой Наверх Вот И Здесь Чистенькими Сторонами Наружу Одеваете Находите Сторону Почище И Там Где Швы Тоньше Ну Это Просто Для Красоты Можно Одеть И задом Наперед У меня Там Допустим Я Неаккуратно Делал У меня Там Попал Заусенец Между Этим Делом И Теперь Она У меня Так Прям Плотно Не садится Но Ничего Лучше Вот так Переверните И Додавите Ее Немножко Опять же Без Лишних Каких-то Усилий Теперь Вот Смотрите Вот так Сюда Заводите Одеваете Чтоб Колесико Вышло По центру Смотрите Чтоб Колесико Было По центру А не Смещено Куда-то Кстати Проверьте Его Чтобы Оно Круг Чтобы Оно Там Крутилось В плане Того Что Она У него Есть Люфт Но Относительно Небольшой Вот Такой Допустимый Люфт И Чуть-чуть Рамочки Если Они у вас Пузатенькие То есть Сведите Чуть Рамки И Вот так Вот Ее В пазике Сведите Опять же Я Давлю Не вот Так А вот В руках Держу И Аккуратно То То есть Там Додавил Там Чуть Дожал Знаете Как Разбирали Все Двигатель Собирали Там Аккуратненько Головку Блока Цилиндров Надо Закручивать Перекрестно Там Там Не Сразу По одной Гайке Вот Насколько Она Села В принципе Это Ее И Предел Вот Вот Она У нас Села Эта Крышка Наша Теперь Уже Более Четко Работает Эта Система Спуска Так Собираем Крышку Которая Придерживает Наш Курок Без Курка Значит Без Курка Нет Курка 42 Детальку Достаете И Вот Эти Мелкие Детальки 43 44 45 Вставляете Так Берете Детальку 42 Это Вот Такой Тубус Детальки Вот Сейчас Я покажу Вот Вот Эту Детальку Просто Вот Так Вставляете Аккуратненько Раз Дожали Теперь Прижимаете Ее Сюда Да С помощью Вот Такой Штучки Вот Одеваю Ее Сначала Теперь Продеваю Сюда Теперь Одеваю Сюда Это Будет Штука Которая Удерживает У нас Крышку Или Ее Можно Зафиксировать Вот Этот Только Приемник Теперь Смотрите Так Аккуратненько Раз И Ламывайте Вот Так Пусть Лучше Торчит Немножко Чтоб Был Запас Теперь Вот Наш Трамвай Колесо Вот Это Спереди Да Вот Этот Паз Вот Так Смотрит Вот Колесо А он Обхватывает Курок То есть И Оба Вот Эти Обе Шайбы Курка Вот Которые Здесь На нем Они Должны Выйти В этот Самый Паз То есть Курок Можно Сейчас Спустить Вот Чуть Чуть Опять же Рамки Так Прижмите И Аккуратненько Сейчас Туда В Пазы Посадите Так Раз Раз Здесь Специально Туго Сделано Потому Что Эта Штука Не Должна Вылетать Если Совсем Все Туго Можно Аккуратненько Во что То Упереть И Вот Так Подожать Главное Не Подвиньте Стену Дома Так Вот Эта Штука У нас Может Фиксировать Вот Этот Механизм То Он Уже Назад Не Отходит Это Для Того Чтобы Его Обрельцы Можно Было Заводить И Так Она Будет Фиксировать Крышку Которую Мы Добавим Здесь Образовывается Ящичек В этом Ящичке Есть Запасной Выход Ну Что Пассажиры Представляете Какая Там Мясорубка Внутри Там Столько Шестерен И Вот Они Хотят Выйти Вот У них Есть Emergency Exit Они Через Него Выходят Также У них Есть Двери Здесь Все Как В Жизни Так Значит Достаете Детальку 46 Это Вот Такая С Двумя Дырочками И Детальки 47 Вот Эти Мелкие Теперь Тут Небольшой Хитрый Момент Вот Я беру Там С Более Такой Грязной Стороны Значит Я беру Детальку Которая Вот Такая Продеваю Сюда Зубочистку Так Вкручиваю Немного Вот Она У меня Вылезла На 5 Миллиметров И Отламываю Теперь С грязной Вот Этой Стороны Прокручиваю Немножко Если Вам Не нравится Совсем Грязная Сторона Можно Потереть Наждак И Станет Все Чистенько И Отламываю Вот У меня Получились Две Такие Штуки Теперь Беру Только Одну Вот Этой Штукой Наружу Вот У меня Пазик Входит В этот Пазик И Сюда Вставляю Аккуратненько Опять же Не пытайтесь Вот так Давить Вот Все Около Отверстий Вот Одну Вставил Теперь Можно Попробовать Эту Просто Скажем Так Я бы Как Посоветовал Сделать Ее Вставить Потом И так Чуть Расшатать И Вынуть Потому Что Вам Придется Сейчас Это Руками Сделать Не Упираясь Теперь Вот У меня Одна Осталась Я Ее Сюда Завожу Вот Отверстие Вот Здесь Сам Вверху Аккуратно Завожу Вот Посадил Крышечку Теперь Как бы Так Показать Вот Я Завел Вторую Уже Ее Посадил В Отверстие Крышечка Вот У меня Открыта И Вот Я Ее Пытаюсь На месте Дела На месте Происшествия Скажем Так И Собрать Вот Собралась Тут Теперь Вот Так Можно Подавить Сюда Немножко Но Тоже Аккуратненько Тут Они Должны Эти Две Штучки Попадать Вот В Этот Базик Сюда Вот Она Крышечка Ее Можно Зафиксировать Вот Таким Способом Вот Так Она Фиксируется Вот Так Она Не Открывается Только Не Забывайте Про Эту Штуку Потому Что Потом Пытаешься Открыть Не Понимаешь Почему Она Зафиксирована Это Хочу Перевернуть Более Стороной Получше Вот Сюда Или Она Была Такой Сторон Не Знаю Так Работает Работает Почти Готово Он Уже Кстати Потяжелее Стал Ездит Получше Эта Коробочка В частности Для того Чтобы сюда Можно было Добавить Монеток Он Станет Еще Тяжелее Будет С горки Хорошо Хорошо Ездить Теперь Теперь Собираем ему Вот эти Передние части Для этого Находим детальку Номер 52 Вот Это Такой Полосочки Это Такой Дощатый Пол В эту Детальку Продеваем Вот так Прокручивая Вот так Заботычим Раз Два Вот Вот Так Теперь Находим Детальку 51 Вот На всей Этой Доске Остались Только Эти Две Детальки Можем Их Сразу Извлечь Советую Сразу Вот Эти Две Выступающие Зубочистки Немножко Как бы Потереть Берем Вот этот Крючочек Вот Более Чистой Стороной Наверх Как он Получается Там Главное Чтобы они Уже было Потом Сцепить Трамвай Вот так Вот И Ставлю Сюда Теперь Отламываем Их Здесь Только Аккуратно Вот Найдите В самом Крючке Более Толстую Сторону И Ту Сторону И Отломайте Потому Что Чтобы не Поломать Вот Эту Всю Нежную Механику Которая Там Внутри Я Случайно Отломал Ну Мне чем Нравится Тем Что Я Вам Показываю Как Она Есть Жизни Вот Я Поломал Допустим Отломал Кусочек Вот Этой Губочистки Которая Держала То есть Я беру Другую Выталкиваю Произвожу Операцию Заново Вот Прекрасно То 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 есть Он У нас Там Ездит Немножко Теперь Берем Детальку Вот Это Она У нас Улетала Вот Вот Эти Две Детальки Номер 50 С Более Грязной Стороны Вот Почищем А Мы С Более Грязной А Вот Это Я Вас Обманул Эта Штука Вот Так Вот Стоит Вот Вот Она Раз И Сюда Заводим То есть Он теперь Должен Вот так Вот Высовываться Это Наш Можно Чуть Его Так Вот Дожать Вот Система Работает Можно Крючок Этот Сам Вовнутрь Спрятать И На этой доске Осталось Всего Лишь Две Детальки 33 Вот Обе Их Можете Достать Значит Вот Наша В сборе Такая Штука Одеваете Сверху Вот Ему Панель Приборов Скажем Теперь Вот так Сюда Вот этим Выступающим Шипом Так Заводите Сюда Когда он Туда Зашел Вот Это Заводите Сюда Вот он Уселся На место Теперь у нас Работает Здесь Крючочек А там Образовался Пол В кабине Машиниста То же Самое Делаем Со вторым Крючочком Можно Взять Какие Нибудь Уже БУ Зубочистки Чтобы Мало ли Вдруг Цельная Потом Куда Нибудь Пригодится Вот Я Сразу Сделал Такую Достал Так Коротенькую Чтобы Не отламывать Там 150 раз Теперь Вот так Вот Я На этот раз Уже Правильно Здесь Аккуратненько Лучше В этом месте Вообще Отрезать Потому что Очень нежное Здесь Все Вот Она у нас Сходит Чуть Чуть Смазать Сразу У нас Раз И фиксируется И Детальку Номер 50 Видите Второй раз Все быстрее В трамвайчике Много Что Симметрично На второй раз Ошибок Не возникает Вот Так Вот Собрали Второй блок С полом Машиниста Так И Опять Заводите Сюда А Да Вот так Сверху Заводите Сюда И Вот так Прижимаете Сам трамвайчик Практически Готов Можно уже Даже одеть Резинку Хотя По инструкции Она где-то ближе К концу Здесь Да Вот Момент одевания Так Как мы это делаем Вот Вот у нас есть Там где Став Онли Такие Торчат Два Такие Два Выступа За какой-нибудь Один из этих Выступов Одеваете Резинку Сейчас я Одену И покажу Вот я его Просто Одел И потянул Чтобы она Уселась В него Теперь Завожу За Вот возьмите Вот этот Крючочек За Вот эту Планку Завел Вот она Вот так Да Теперь Провожу Теперь Мне надо провести Час Продолжим Наши изыски Пришлось Немножечко Поработать С Камерой Вот Значит На чем мы остановились Ага Резинка Да Ну Для вас мы Совсем не останавливались Но Мы здесь Чуть-чуть тормознулись Резинка Ко мне липнет уже Что не попадет Вообще Резинке полезно Чтобы ее чуть-чуть Так потянуть Мы Сейчас в набор Кладем только Каучуковые резиночки Марки Лео Вот 70% Каучука Попробуйте ее На зуб Не рекомендую Этого делать Так А то нас смотрят Там дети Какие-нибудь Бородатые И Тянем Вот через колесико Вот так наружу Да Всем видно Не видно Значит Протянули сюда Теперь Так 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 Сейчас я Захвачу И потом покажу Вот Я протянул ее сюда То есть через колесико И за вот этой Планочкой сюда И теперь надо Хитрый момент Сделать Уцепить на Вот этот Грибочек Который торчит Верх ногами Такой пенечек Его не просто Надо уцепить Вот так А потянуть Чтобы она уселась Вот Вот я тянул так Чуть Раз Раз Чтобы она уселась В пазике Там То есть резинка У нас проходит От одного Пенечка Через колесо И цепляется За второй Теперь Можно попробовать Натянуть То есть У нас Вот так Должно работать Если у вас Курок Если не спускает Его там Просто надо смазать Вот это Можно чуть Вот так Поджать Вообще Весь тромбайчик Вот Должен быть Такой Сбитенький Как бобер Вот Отводим Вот этот Рычаг сюда И Натягиваем Резинку Вообще Примерно Четыре оборота Ну попробуем Так спустить На весу Вот здесь Вот Важна еще Это планка От нее Зависит Как работает Как работает Храповик То есть Его движение Вот чуть Чуть Так Можно Подрегулировать Работу Храповичка Храповик Это то Что удерживает Наше колесо От спуска Преждевременного Так Та-дам Та-да-да-да Та-дам Внимание Чем я тут Перед пристани Запускаю За трубу Мальчик Мальчик Отпустили Запускай Мальчик Вон Вон Срежь Мальчик Трамвай Трамвайчик Поехал Аня Ох Фух Он чуть не упал В пропасть Можно попробовать Завести в обратную сторону Это тоже предусмотрено Это тоже предусмотрено Конструкцией Этот храповик Разрабатывался Специальными Нано роботами По нано технологиям Очень много времени Очень много времени Ушло на один Этот храповик Не нравится То есть То есть Вообще Ездит Смотрите Такой еще момент Ездит По рельсам Только вот Когда поднята Эта штука Там не должны Висеть резинки Если резинка Там длинная Какая нибудь Хотя сейчас В наборах Только короткие То есть Вот Грубо говоря Вот так Не едет По рельсам Вот так Едет Классно Мне нравится Мне нравится Мне нравится Это правильная Реакция Трамвая На слова Значит Делаем Странную штуку Некий Так Запись идет Запись идет Вы меня видели Все это время Делаем Странную штуку Такой некий Рычаг У нас Здесь Нет ничего Здесь Нет ничего Вылетает Здесь Точно Проверите Чтобы ничего Не было Вдруг Вы забыли Какую-то штучку В мусорку Осталось Вот это Какой-то Умный человек Придумал Так Чтобы Ничего Не оставалось А вот Осталось Только Это Кто Ж Это Мог Быть Извлекаем Детали 53 Это Наверное Вот так Правильно Ну нет Вот так Правильно 53 Да Извлекаем Вот такую Штуку И сразу же Достаем Вот такую Вот она Маленькая Шестереночка Теперь Давайте Я пока Это уберу Вот Две детали Чистыми Сторонами Наружу Мы Значит Берем Можно Огрызочек Дать Зубочистку Тут есть Вот такое Отверстие С такими Ушками Специальные На наушке Чтобы было Легче Вот так Вот делать Раз Теперь Вот эту Штуку Вот смотрите Тут две Дырочки Не перепутайте Вот две Дырочки В верхнюю Дырочку Два Вот Получилась Вот такая Штука Да И вот Это Сюда Вот в Дырочку С такими Двумя Скобочками Ушками Три Сейчас Так Чтобы у всех Получилось Правильно Вот такая Штука Она В последствии Будет Вот так Есть Сразу Достаем Отсюда Вот тут Есть Такие Шайбочки Маленькие Достаем Все Четыре Которые Тут Есть Тут Два Набора Этих Рычагов Поэтому Все Четыре Это Одного Рычага Вот Достаем Шайбочки Цепляем Сюда Раз Два Только После Того Как мы Поцепили Аккуратненько Отламываем Вот У нас Получилась Такая штука Пока что Они у нас Еще так Ездят Ну вот Получилось Да Теперь Смотрим Чтоб Здесь Не было Лишних Там Больших Заусенцев Можно Взять Пожертвовать На это Дело Так и Быть Совершенно Новую Зубочистку Которая Могла Бы Послужить В Народном Хозяйстве Мы Ее Пустим На Дело Строительство Трамвая И Вот Этими Шайбами Все Поломалось Ну Не все Конечно Прелесть Этого Всего Дела Как раз В том Что В таких Казусных Моментах Обычно Можно Выжить Потому Что Мы Не Используем В качестве Осей Того Чего У вас Дома Нету То есть Вот У меня Поломалось Но У меня Поломались Самые Похожие Очень На Зубочистки Оси Поэтому Их Можно Заменить На Обычные Зубочистки Как бы Они Подходят Вообще Взаимозаменяем Полностью Сами Надо Путать Где Зубочистка Где Оз Вообще Непонятно Вот И Просто Надо Поаккуратнее Вот Это Все Дело Собрать Сейчас Покажу Что Получилось Получилась Такая Штука Да Вот Она Ездит Сразу Скажу Что Лучше Тут Немножко Так Придать Глянце Тому Дело Мы Уже Умеем Придавать Неотвратимость Бытию Значит Отлично Вот такая штука Вышла Да Теперь Возьмите Деталь Номер 56 Вот Такого Ежа Да С тремя Трезубца Такого С тремя Этими И Сюда Хлобысь Вот Теперь уже Четче Вообще Отлично Мне уже Нравится На этом Можно и Закончить Но мы Пойдем Дальше Возьмем Вот эти Планочки Аккуратненько Из Глюките Планочки Номер 60 Вот Их Сюда Это такие Две Ножки Раз Два Можно Поставить На землю Сырую И Немножко Придавить Вот Здесь Специально Есть прорезь Она как бы Такая Фиксирующая То есть Ей можно Впоследствии Будет Немножко Фиксировать Также Сразу Вот Расскажу Секрет Здесь Есть Вот эти Дырочки Вот эта Нижняя Дырочка Она была Для того Чтобы Фиксировать Этот рычаг Впоследствии Вот так Под углом Вот Но чаще Всего Требуется Зафиксировать Рычаг В таком Более Лежачем Положении Вот Можно Вот так Фиксануть Его Чтобы он Уже Не схлопывался Теперь Берем Вот Такую Странную Деталь 57 Похожую Чем-то На Какой-то Загадочный Инструмент Вот Эту Деталь И К ней Такого Достаем Барта Сильстона Эй Привет Чувак Ты не Хочешь Меня Использовать Для Строительства Трамвая Деталь Чистой Сторон Наверх Вот Так Барта Переворачиваем И Вот Так Его Используем Вот И Немножко Волосы Раз Замазали Во всякий Случай Бриолином И Нашли Вот так Момент Смотрите Тут Горизонтально Все Именно Горизонтально Не Вот так Вот так Вставляем И После этого Фиксируем Раз И Отламываем Можно Отломать За подлицом В принципе Он уже Работает Ням-ням-ням Такой Такой На что Похоже Мы думали На этой Системе Можно Что-то Сделать Такое Дико Нет Стоять Установка Для Звездных Войн Достаем Еще Два Младших Брата Барта Симпсона Детали 59 Два Таких Чудика Привет Привет Чувак Мы Сейчас Пойдем В Модель Значит Их Вот так Вверх ногами Глазиком Вниз Сюда Раз И Фиксируем Эти штуки Ими Можно Регулировать То есть Не Старайтесь Сразу Их Зажать Там Вот Они Не Должны Очень Сильно Зажимать Они Не Дают Шататься Влево Вправо Так Чуть Зажать Насколько Необходимо Упс У меня Вот Это Вышло Сейчас У меня Поправим Во Красота Так Попробую Я так Выровнять Ее Чтобы Она Более Менее Ровно Везде Шла Ну Просто Сама По Себе Вот Уже Эту Штуку Можно Вот Тут Два Ушка Есть Специально Почему Такой Формы Детали Она Вот Так Чуть Чуть И И И И И И И И И Одно Ушко Вставляем Так Чуть Поджимаем Прекрасно Раз Уже Наша Моделька Начинает Ездить В Одной Сторон Видите Он Сам И Справился Сам Уже Как То Ездит Поначалу Не Хотел Но Какая То Есть Такая Загадочность Они Немножко Побыв В сборе Как То Переживаются Друг С Другом Эти Детальки Делаем Вторую Штуку А для Тех Кто С Немнож Мы Делаем Вторую Штуку Ну Вот Мы Сделали Вторую Штуку Хотя Нет Ничего Мы Не Сделали Мы С Вами Мучаемся Дальше Продолжаем Делать Этот Рычаг Можно Сразу Вообще Все Детальки Оставшиеся Подоставать Давайте Может По порядку Еще раз Расскажу Для тех Кто к нам Присоединился На этой минуте Для тех Кто к нам Присоединился Мы Делаем Трамвай Если Вы пропустили Содержание Предыдущих 48 серий Попробуйте Собрать Если У вас Была Коробка На которой Написано Трактор А Получился Трамвай Разберите Трамвай Соберите Трактор Потому что Скорее всего У вас Будут Проблемы Но Если У вас Получилось Что-то Еще Интересное То Звоните Срочно Нам Может Быть Вы Гений Так Значит Вот Штука То есть Я Еще Одну Шайбочку Одеваем Отламываем Аккуратненько Вот Получилась Такая Теперь Шестеренку Ставим Берем Совершенно Ось И Вот Эти Две Два Кругляха Таких Чистыми Сторонами Наружу Наживляем Отламываем Заподлицо За какое Подлицо Спрашивал Я в детстве Не понимаю Смысл Слова Заподлицо Надеюсь Вы понимаете Смысл Так Так Немножко Смазать Это Дело Парафином Устанавливаем Удерживатель Вот эту Штуку Вы уже знаете Наверное Вы собираете Второй Без меня Так Устанавливаем Две ножки Ему Отлично Достаем Оставшиеся Детальки Достаем Так Желательно Чтобы он Туда Уселся Так И теперь Когда Вот они Так Ровно Выравниваем Стыковочный Модуль Стыковки Готов И фиксируем Его Каким Небудь Обрубочком Можно Если он У вас Совсем Обрубочек Чем Таким Обрубочками Додавить Вот он У вас Уже Работает Так Как на него Будут Нагрузки Устанавливаем Остальные Прижимные Элементы Вот Эти детали Ориентируясь На Вин-код Данного Узла Вы С легкостью Можете найти В доске Это были Детали 59 Как Жаль Но там Деталь 59 А не 60 Просто 60 Было бы Красивее Так Заканчиваем На 59 Ну Тем Не Меде Вот Да Кстати Тут Можно Было Сами Вот Эти Дикобразов Двух Смазать Тоже По краям Чтобы Легче Было Но Все Расходится Может Иногда Даже Если Он Не Совсем Лихой То Даже Хорошо Он Так Более Держит Не Надо Его Фиксировать Лишний Раз Вот Для Чего Вот Эти Вот Дырочки Внизу Можно Делать Какие Мосты Да Слеправы Можно Просто Вот Так Зафиксировать Под Нажав Сюда Можно Добавить Ему Просто Со Временем Оно Перестает Держать Поэтому Там Есть Еще Дырочки Фиксирующие Вот Заведем В эту Сторон Трамвай Вот Если Делать Это Не Спеша Можно Вот Попробуем Храповик Если У вас Он Чуть Чуть Начинает Стираться Или Что Их Четыре Этих Планочки Храповика Можно В сторону Отодвинуть Ставить На Более Новое Вот Ага Вот Здесь Бывает Нисхождение Схождение Поэтому Там Проверьте Все Моменты Видите Как Почти Дошел Вот Конечно Можно Запуск Запуск Вот Сюда Еще раз Напомню Можно Добавить Монетки В этот Ящичек Если Он У вас Не Ездит У меня Сейчас Монеток Кажется Здесь И Нет Он Будет Более Напористо Переть Вниз Вот Если Где-то Останавливается Допустим Проверьте Эту Железку Вот Именно Здесь Может Ее Так Свести Чуть Чтобы Допустим Не На Самом Интересном Моменте У нас Прервалась Опять Съемка Можно Добавить Сюда Монеток Он Будет Более Лихо Ездить Ну Можно И так В принципе Я вас Поздравляю Вы Собрали Свой Трамвай Он Очень Похож На Лиссабонский Фуникулер Как Ни Один Мой Друг Говорил Вот Так Еще Можно Смотрите Вот Если Аджайб Это Сюда Зафиксировать Вот Это Токоприемник Вот Так Это Для Того Чтобы Заводить Его Обрельце Чтобы Он Не Отстреливал Назад Ну Не Забывайте Потому Что Можно Подумать Почему Он Не Отводится Назад Вот Вы Его Снимаете Так Вы Можете Фиксировать Коробочку Также Можно Вынуть Вот Эту Штучку Отсюда И Допустим Поставить Вот По центру Есть Отверстия Вот Эти Скажем Так В одной Из В одни Из них Вот И Зафиксировать Сам Вот Этот Механизм Вот Это Отверстие Найти Его Совместить Под Определенным Углом И Вот Так Зафиксировать И У вас Образовываются Такие Качели По Которым Тоже Можно Запускать Трамвай Ага А Вот Мы Не Сделали Можно Его Так Ловить В самом Конце Раз Пойди Сюда Такая Штучка До новых Встреч В следующий раз Мы С вами Соберем Вот Такой Комбайн Тоже Интересная Штука Будет У вас Целый Парк Тоже